Здравствуйте, я врач, фитотерапевт, диетолог Борис Скачко. Автор десятков опубликованных научных статей. Автор более 50 опубликованных книг и брошюр. Автор сотен видео в интернете. Только на моем канале YouTube. Более 650 видео, общая продолжительность которых более 8000 минут. И просматривая эти видео, вы можете узнать, как вам правильно питаться, как правильно пить воду, что такое здоровый образ жизни, и как его правильно вести в тех условиях, в которых вы проживаете. А также в зависимости от вашего пола, возраста. Эта информация постепенно будет появляться на канале. Ну и 8000 минут достаточно много. А сегодня я решил написать видео на очень интересную, на мой взгляд, тему. Как же правильно похудеть летом? И вы узнаете советы диетолога, какие диеты имеют летом максимальное значение. Имеется в виду, кроме похудения, еще и плюс по вашему здоровью. Потому как есть несколько диет, даже я сказал бы, несколько групп диет, применение которых летом абсолютно противопоказано. Всем противопоказано. Потому как легко и просто можно либо умереть от теплового удара и почной недостаточности, либо от желчекаменной болезни. Смотрите это видео дальше, информации будет достаточно много. Летом появляется сразу несколько факторов, которые помогают легко и просто похудеть. С одной стороны, снижается аппетит. Но, даже сниженный аппетит летом нужно правильно использовать. Потому как по своему усмотрению, меняя, исключая те или иные продукты, вы можете случайно оставить в своем рационе опасный для жизни. И либо обострить заболевание сердечно-сосудистой системы, почек, либо ухудшить заболевание печени и желчного пузыря с поджелудочной железой. В любом случае, это создает определенный риск для здоровья. Поэтому, какие продукты, даже какие диеты лучше оставить, а какие забыть напрочь до похолодания, вы узнаете чуть позже. А сейчас, вы узнаете второй фактор, который тоже помогает достаточно быстро снижать вес летом. Второй фактор, который появляется летом, и его легко можно использовать для снижения веса. Это температура окружающей вас среды. Когда температура окружающего вас воздуха повышается до отметки плюс 30 градусов по Цельсию, создаются сложности с терморегуляцией. И вы значительно больше теряете воды, чем это нужно для поддержания постоянства температуры тела. Вода в виде пота стекает по телу, пропитывает одежду. И в этом случае, вы теряете значительно больше. Если у вас нет сухости во рту, чувства жажды, то в принципе, ваш организм с такой ситуацией легко справляется. А вот если эти состояния периодически вас посещают, это говорит о том, что вязкость крови стала критически высокой, и физические нагрузки нужно уменьшать. Они в этом случае, мягко выражаясь, нелогичны. И нужно искать, каким образом пополнить запасы воды в своем организме. Правда, при этом возвращается и вес. И многие пытаются сэкономить. Вот посижу-ка я, потерплю. Потерпеть-то можно, но цена снижения веса может быть слишком высокой. Это ваша жизнь. Потому, как вы не знаете возможности вашего сердца и сосудов, способны ли они выдерживать значительную вязкость крови, которая возникла в этом случае. Поэтому, таким путем, лучше вес все-таки не снижать, а вернуться к правильному питанию. И о том, какие диеты можно использовать. А какие лучше забыть до осени. До того времени, когда окружающая вас среда станет относительно прохладной, вы сможете легко и просто снижать вес иными путями. Вы узнаете прямо сейчас. Для регуляции веса и изменения его, то ли в сторону снижения, то ли в сторону повышения, важен баланс двух групп факторов. С одной стороны, это калорийность принятой вами еды, но переваренной и усвоенной. Потому, как неусвоенная еда, это дисбактериоз кишечники и другие неприятные ситуации. Видео про дисбактериоз кишечника на моем канале есть. Посмотрите, это очень непростая ситуация, хотя у большинства, у многих она присутствует. И многие, к сожалению, закрывают на нее глаза. Вторая группа факторов, это ваш обмен веществ. Это ваш биологический возраст, и это ваша активность на протяжении дня. Так как биологический возраст мы серьезно изменить вряд ли сможем за короткий промежуток времени, а физическую активность летом сложно выполнять в достаточно большом объеме, видео о том, как правильно заниматься спортом летом, появится вскоре на моем канале, вы сможете его посмотреть. То, учитывая эти ситуации, у вас остается один выбор. Это все-таки питание. То есть, уделить внимание своему питанию и изменить его так, чтобы вес изменялся в нужную вам сторону. Чаще всего летом все-таки ищут, как его снизить. Я вас понимаю. Поэтому о том, какие диеты вам нужны для того, чтобы снижать вес правильно, и снижать вес именно за счет жировой ткани, а не терять воду, либо терять мышечную ткань, это абсолютно неправильно. Все-таки вес нужно снижать правильно. И о том, как это сделать, какие диеты можно использовать, а какие летом абсолютно противопоказаны, вы узнаете прямо сейчас. Какие же самые опасные диеты для похудения летом? Я бы сказал, это белковые диеты. Я бы их поставил на первое место. Да, они достаточно эффективны. Изобилие белка в рационе ускоряет обмен веществ и способствует быстрому снижению веса. Но! Не летом! Я бы еще согласился применить такую диету зимой, когда прохладно, когда вы используете на обогрев своего организма продукты питания в большей мере. Но ни в коем случае не летом. Потому как разогреть обмен веществ отлично, можно, удалить тепло нельзя. Летом мешает вам высокая температура окружающей среды, перегревание организма, тормозится функция щитовидной железы, и во время исполнения диеты вы вес очень рискованно снижать можете, а после, когда щитовидная железа затормозит обмен веществ вам достаточно интенсивно, вы легко и с лихвой его наберете. Поэтому белковые диеты я бы летом запретил в использовании. Потому как у них есть еще один, второй негативный момент. Они дают достаточно много белковых токсинов. А белковые токсины должны выходить с водой через почки. Причем полноценное удаление продуктов распада одного грамма белка происходит в 42 мл воды. Иными словами, съев 100 грамм мяса, вам нужно примерно в них содержится 20 грамм белка, вам нужно 840 мл мочи, чтобы выделилось в этот день только на 100 грамм мяса. А есть еще продукты жизнедеятельности другого происхождения, которые тоже нужно выводить. А летом почки страдают. Летом почкам воды не хватает. Потому как вода в первую очередь идет не на очищение крови и организма, а на охлаждение через кожу, через легкие уходят. И в этом случае конфликт двух ситуаций провоцирует усиление явлений почтной недостаточности. И очень легко попасть на эту проблему. Поэтому я бы советовал белковые диеты отложить до более прохладных времен. А какие диеты более внешне, казалось бы, логичны летом, и многие их пытаются исполнить, а они приводят к негативным нарушениям в других органах и системах. Вы об этом узнаете прямо сейчас. Очень часто летом стремятся использовать сезонные продукты. И появляется огуречная диета, кабачковая диета, яблочная диета, клубничная, арбузная, томатная. И другие варианты диет, когда используются сезонные продукты. Да, они прекрасны. Они содержат много витаминов, макро, микроэлементов, других биологических акинных веществ. Они содержат очень мало жиров и белков, углеводов много содержат, разогревается обмен веществ. Казалось бы, внешне диеты прекрасны. Они сезонны, и только польза от них и никакого вреда. Но у каждой такой диеты есть свои минусы, наряду с теми плюсами, о которых я только что сказал. И вы можете часть из этих диет найти на моем канале и посмотреть, какие возможны варианты. Но! У них есть одно непременное слабое место. Когда идут эти продукты в достаточно больших количествах, как правило, фрукты и овощи содержат различные органические кислоты, которые, проходя по желудочно-кишечному тракту, раздражая слизистую двенадцатиперстную кишки, блокируют, спазмируют сфинтеродии и усиливают застой желчи. В результате на диете да, она низкокалорийная, любая практически такая диета, она низкокалорийная. Но! Очищение крови печень в данном случае не проводит. Застой желчи вызывается. А у части тех, кто участвует в различных диетах, есть как минимум дискинезия желчного пузыря. Есть, возможно, хронический холецистит. Возможно, есть хронический панкреатит. И в этой ситуации эти органы, как минимум, сложно отнесутся к такой диете. И попасть на обострение, скажем, хронического панкреатита либо желудочно-каменной болезни очень легко. Более того, исключив из рациона животную пищу, вы фактически делаете революцию в желудочно-кишечном тракте. Потому, как на новом рационе развиваются новые микроорганизмы. Каждый вид микроорганизмов любит свою излюбленную пищу и уже приспособился к вашей системе питания, которая есть и которая работала не самым лучшим образом. Поэтому вы ищете, как улучшить свое здоровье. Но изменение микрофлоры дает вздутие живота, дает урчание, дает выработку газообразных веществ. Но самое главное, самая большая проблема в любой момент такая диета может обострить либо хронический панкреатит, либо дискинезию желудочного, либо калькулезный калицистит. И нарушить работу не только пищеварительной системы, но и печени. Да, почкам такие диеты чаще всего в плюс. Потому как они содержат достаточно много воды. А вот печени в минус. И как только на такой диете пойдет уменьшение объема жировой ткани, которая не стерильна, в которой находятся различные достижения современной химии, которые могли попадать к вам в организм с водой, с едой, через воздух, могли находиться и собственно в продуктах, которые выбраны для диеты. И в данном случае вы очень серьезно рискуете неожиданно прервать диету по поводу обострения одних заболеваний, либо на перспективу нарушить работу своего организма и создать условия для дальнейшего лечения. Поэтому эти диеты я бы тоже не очень советовал вам использовать летом в чистом виде. Даже потому, что эти продукты кажутся на первый взгляд вам абсолютно здоровы, абсолютно полезны и должны вам принести эту пользу в зависимости от количества съеденного во время диеты. Вот как лучше, какую диету лучше применить летом для похудения, вы узнаете прямо сейчас. Каким же требованиям должна отвечать диета для похудения летом? Да, она должна быть легкой. Понятно, тяжелые продукты нужно из нее исключить. Она должна содержать компоненты, которые легко перевариваются и самое главное, не перегревают организм, не создают проблемы с терморегуляцией. А заодно, они должны содержать достаточно много воды. Я бы сказал, что летом хорошо бы пошла кефирно-борщевая, скажем, фруктовая диета, в которой основной источник белков это все-таки были бы молочные продукты. А кисломолочные продукты в приоритете, потому как они уже частично переварены и усваиваются легко. Отходов от разрушения белков в такой диете минимальное количество. Но ваши собственные белки, учитывая то, что белки в рационе все-таки присутствуют, разрушаться не будут. Вы не будете терять вес за счет потери мышцы. Да, так тоже можно потерять вес, убрав полностью белки из рациона. Чем так же грешат и огуречная, и клубничная, и арбузная, и яблочная, и кабачковая, и другие подобные диеты. Там очень мало белков. А белковый обмен идет, если потребность в белках грамм на килограмм веса в сутки, обычно, да, летом ее можно снизить, но распад и воссоздание новых белков в организме идет в пять раз интенсивнее. То есть, если у вас вес 60 килограмм, и вам в комфортных условиях для его поддержания нужно 60 грамм белка или грубо 300 грамм мяса или рыбы в сутки, то количество белков, которые разрушаются и воссоздаются в вашем организме в пять раз больше. А если белки не поступают, замены нет, а интенсивный обмен веществ и обмен белков идет, то белки начинают заканчиваться. А резервные белки находятся либо в мышечной системе, либо в иммунной системе. И догадайтесь с одной попытки, что произойдет в вашем организме. Ну, правда, одной попытки будет мало, три. Либо уменьшение объема мышечной массы, либо снижение иммунитета, либо и то, и другое вместе взятые. Поэтому источник белка должен быть, но учитывая то, что лето и жара часто синонимы, то красное мясо, красную рыбу, птицу я бы исключил из рациона напрочь. Возможно, оставил бы рыбу по праздникам, скажем, вторник и четверг, рыбные дни. А все остальные дни все-таки это кисломолочные продукты. Что касается борща или фруктов, да, пожалуйста. Скажем, два приема пищи могут быть кефир, йогурт, простокваша. Остальные три это либо компот, либо борщ, либо суп какой-то овощной. Выбор ваш. Комбинируйте по-разному. Но в данном случае вы великолепно поддерживаете и обмен веществ в своем организме, и водичку поставляете, и полезные витамины, макро-микроэлементы поставляете. Нужно выполнить, останется выполнить вам только одно условие. в каждый прием пищи для того, чтобы ваш желчный пузырь при его наличии не размышлял, сокращаться или нет на еду. Вам нужно было хотя бы одна чайная ложка жира. В этом случае при пятикратном приеме пищи в ваш организм ежедневно будет входить аж 25 грамм жиров. А что такое 25 грамм жиров? Это норма по количеству жиров для человека весом 25 килограмм. Если ваш исходный вес значительно выше, то таким небольшим количеством жиров вы на него повлияете в сторону уменьшения. И он будет снижаться медленно, спокойно. Все зависит от того, насколько велик вес в вашем организме. Вот чем он больше был исходным, тем быстрее, но оптимально быстро будет снижаться вес в вашем организме. и за счет жировой массы. Мышечная масса останется при вас, иммунитет останется при вас, уровень здоровья останется при вас, а такая диета сформирует вам режим правильного питания, частого, дробного питания, при котором и пища легче переваривается, и печень прекрасно работает, и организм себя чувствует относительно неплохо, даже несмотря на то, что он находится в условиях экстремальной жары. Вот на этой положительной ноте я это видео буду заканчивать с привычным подписчиком моего канала словами крепкого вам здоровья и разумного к нему отношения. И пока вы думаете, какую оценку поставить на это видео, кому отправить ссылочку и как воспользоваться этой информацией, я подумаю, какое еще видео написать на эту тему для вас. До новых встреч на моем канале. Продолжение следует...